И я сказал то, что было в моей жизни, то, что я принес, как я жил, какое отношение было. Очень скверное было отношение. 88-й год, в школу олимпиада у нас по волейболу. Дети пришли, одноклассники говорят, попросили дедушку и бабушку, что отпустите, чтобы мы выступали тоже, наш класс по волейболу, под нашу ответственность. Пошли, выиграли. И эти армяне, которые проиграли, собрались 3-4 класса, чтобы меня избить. А эти, которые под их ответственность, что они под их защиту, никто не сдержал слова. И там у нас учительница физкультуры Ларетта, она меня обняла, вывела через эту толпу, перед школой как митинг. Одного пацана азербайджанца хотят убить, уничтожить. Маленький ребенок, 13-14 лет. Она меня вот так обняла. И до самого парка привела, 3-4 остановки пешком. И оттуда говорит, иди домой. И я вот пришел домой. А что рассказать? Никто не защитил. Никто не защитил. Вот это она, по-моему, Ларетта Митиска была, или русская, или Митиска, русская сальганка. Вот это учительница физкультуры, она меня с этой школы вытащила. Весь, перед школой такой, блин, толпа набралась, столько людей. Я сам выхожу, смотрю, я обнял, я тоже не обнял. Среди толпы вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, дорогие друзья и посетители канала. Позвонил земляк Вагиф. Он проживает в Баку. Мой одногодка. Родился он в Армении, жил в Армении определенное время. Потом, в связи с этими событиями, он приехал в Баку. Как все мы, вынужденные переселенцы, беженцы. Добрый день, уважаемый Вагиф. Добрый, добрый. Добрый, Родной. Я очень рад, что вы откликнулись на мой призыв. Я когда-то делал призыв, вначале только когда начал, в принципе, эту деятельность. Я приглашал и приглашаю до сих пор беженцев с обеих сторон. И те, кто откликается, я в любой момент готов выслушать. И я думаю, что ваша история, ваш рассказ будет интересен не только мне, но и нашим слушателям, нашим зрителям, подписчикам, друзьям нашим и недругам нашим. Да, в принципе, то есть мы открыты для всех, я думаю. Я думаю, что у вас точно такой же настрой, такое настроение. Да, это такая проверка у нас. Ну да, надо, чтобы не куплено и не продажно. Почем, говорит, купил, потом продаю, да? То же самое. В принципе, родное, да. То есть вы родились в 74-м году, то есть я задал вопрос Вагиеву, когда он родился, где он родился. Он родился в Армении, в Степановане. Раньше, как я понимаю, это называлось Джалалоглы, да? Это место, это городок. И родился он, в принципе, мы одногодки, я 74-го года, он 74-го года. Нас судьба разбросала, нас судьба, злой такой вот, как я не знаю, рок или злая судьба. Наша доля сделала нас беженцами. Я родился в Баку, наш друг, наш сегодняшний собеседник родился в Армении, в Степановане, это район, да. Вы родились там, где вы жили совместно с армянами, да, как я понимаю? Да, да. Расскажите немножко, вот, ваше рождение, ваши родители, ваша семья, да, до того момента, когда начались эти события, то есть вот, когда они уже вошли-то в такую открытую фазу. С самого детства нехорошие впечатления остались у меня, как говорится, то, что в детском садике. Всегда вот встречались вот такие моменты, они, как сказать, улыбались моим родителям, дедушке, бабушке, отцу, матери, взрослую. А как только у него возможность появлялась, вот, я ребенок, да, маленький, они плохое делали. Ну, и ребенок не может же ответить, да, при мате. А кто делал, дети делали или взрослые? Нет, взрослые, именно вот взрослые, допустим, соседка у нас была у дедушки, в детском садике, и позвала отца, говорит, улыбается, все, хороший мальчик, гладит мне по головке, при отце, ну, говорит, он уже крупный стал такой, ломает кровать, и там, когда спит, да, очень кровать ломается от его веса. И с этого детского садика в другую, короче, отец, уже в другой детский садик от его, хотя она, соседка, говорит, как видит, улыбается, все, типа, она меня любит, уважает, все, но плохое смогла сделать, понимаете, я это сейчас анализирую, вот это все, никаких кроватей я не ломал, обычный ребенок, я сплю, как и все, да, не прыгаю, ничего. А в том другом детском садике тоже у нас были и местные армянки, и русские женщины, которые являлись женами офицеров, в которых у нас в городе жили. В том же садике тоже они пытались, молодые девчата, вот Новый год, представляете, сижу с ребятами, елка, все это, и приподходят эти двое армянок, молодые девчата, говорят, можно, иди сюда с ногами пойдем, завели в кладовку, толкнули туда и закрыли сзади дверь на ключ, чтобы я с детьми не мог сидеть на Новый год вместе с детьми здесь, там, радоваться. Ну, естественно, я начал... А сколько вам было лет? Это в детском садике, да? Да, 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 я начал ломать, скучать в дверь, там, кричать, там, ногами, ну, чтобы... А эти девушки были воспитательницы? Ну, да, 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 армяне. То есть они знали, что вы азербайджанец, да, имя Вагиф? Да, 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 да. Я, если в Ругу, там у нас вот жена тоже акцера, имя забыл я, вот эта русская женщина пришла, она услышала мой голос, как я там кричу. То есть вам сколько было лет, вы помните? Наверное, шесть лет, да. Ну, перед школой, да, непосредственно, перед школой уже? Да, 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 да. И она заставила открыть дверь и спрашивать, что он тут делает вообще. Они... А я там плачу, хочется там с детьми сидеть, обидно все, вот ни за что. Вытолкнули дверь закрыли. Прямо вот толкнули туда. В темный подвал, да? Не подвал, а просто вот комната, как кладовка, да, в общем, туда вытолкнули. Закрыли на ключ, чтобы я не мог выйти. Ну, естественно, это русская женщина, она начала, почему вы так поступили с ребенком, повела там, умыла мне лицо, привела, посадила среди детей. Я так сижу в непонятном празднике, вообще в шоке, что это было, да, зачем и почему вот так они поступили. А эти улыбаются там. Ну, они, естественно, это русская женщина, они боялись, она немножко взрослее была, да. И там, короче, с самого детства, помню, да, и кухарка, когда еду давала в детском садике, тоже турк, турк, турк. Старая женщина, ну, как так можно с ребенком? Ребенком маленьком. Да, 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 а как вот взрослых наших видят, а при взрослых они по голове руки гладят, хороший ребенок, туда-сюда. То же самое и в школе, тоже вот. А учились вы в русской школе, да, как я понимаю? Да, 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 имени Александра Сергеевича Пушкина, номер два, да. Вот очень много вот несправедливости было, и в школе то же самое было. Именно вот, вот первый класс, вот представляете, сижу, то есть вышел в коридор на званке, и смотрю, дети подходят, и меня вот не бьют, а вот так, типа, да, вот так, улыбаются, уходят. А я смотрю, что с ними творится, что это, да, а я уже тоже... А были еще азербайджанские дети в классе или в школе? У нас в школе были, да, двое-трое так были. А в основном были армянские дети, да? Армянские, и там еще дети военных, русские тоже ребята были. Ну, в основном это армянские были дети. И вот в первом классе, вот я вам хочу сказать, они все вот так, тихо вот так хлопают и уходят, улыбаются. Оказывается, день геноцида, который они имеют в виду, и они вот, когда меня бьют, типа, мстят. Дети, первоклассники. Это я потом понял. Они вот, знаете, сильно боятся, что ответка будет. Просто вот так хлопнув, улыбаются, смотрю, один, второй, третий, одноклассник. Это в первом классе, фактически. Да, 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 да. Это насторг. А, вообще, озверевшие. Эти дети, входишь, они смотрят, когда их много, начинают. Ту-ту-ту-ту-ту. Как им в голову вот с детства вбивают вот это, да? То есть вы это слово слышали с самого детства, да, фактически, из детского садика. То есть как только вы открыли глаза, стали вообще понимать, вы услышали, что вы турк. Да, да. И ведь не просто турк, а именно это же звучит оскорбительно, да, вызывающе, унизительно. Да, да. То есть они произносят это как оскорбление, как обзывательство, да? Ну да, да, да. Вот вы тоже же... А как вы реагировали? Что вы чувствовали в этот момент? Как сказать? А вот ребенок, да, я вот представляю, я ребенок, например, да, я ребенок в детском садике. Я представить, я даже, понимаете, я даже силюсь представить, да, пытаюсь представить. Я не могу, у меня нету ни с чем это не сравнить. Я вырос в Баку, да, я ходил в детский садик. Тамила Гасановна у нас была, кстати, я сейчас вспомнил, напротив, вот как раз дом наш, да, на Инглаба. И там вглубь, туда вглубь детский садик, я там практически до школы я там был, в этом садике. Тамила Гасановна, интернациональный детский садик, да, азербайджанцы, армяне дети, русские дети. Да. Я представить, вот вы говорите, ребенку говорит турк или армяне, да? Ну вот, да, да, равносильно тому, что если в Баку будут хай, 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 как собака гавкает с забора, турк, 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 не может боиться, от забора начинает турк, 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 орут, как собаки гавкают, да, вот так. Кошмар какой-то. На самом деле, я когда с дедушки ходил по улице, эти дети, которые там, и сровестники туда-сюда, лишь бы вот крикнуть, лишь бы оттуда что-то выкрикнуть. Я как будто виноват во всех грехах земных человеческих. Ну хорошо, а вы не пытались, вы не пытались вот будучи ребенком спросить, задать вопрос, а что, ну что, что, что ты хочешь сказать, или что, то есть у вас не возникал вопрос, почему они это говорят, ну, или вам родители должны были объяснить, или, ну, какой, какая реакция была? В советское время, советское время, они старшим ничего плохого не могли говорить, только беззащитные, когда пользуются моментом, когда вот ребенок или что-то, что-то там вляпнуть, что-то ударить, даже ударить, вот понимаешь, вот, вот вражда, ненависть, мне вот, друг был, Спартак. Я открыто говорю, он сейчас там живет, его мать и отец, по дороге меня встретили, и она мне, шап, большой человек, я говорю, типа, друг, за что, я даже не понял. Оказывается, у них там соседка есть, соседи, франки, армяне, фашисты, они сказали, что я к ним во двор залез и пытался украть лимон, сормал, лимон. Это они сами сделали, но на меня бросают, понимаешь? Потом эта женщина узнала правду, она меня поцеловала, потом я обняла, потом встретились, повела домой, кушать, все, я же с его сыном дружу, да? И она понял, что это, я такие вещи не могу сделать, тем более мы дружим, чтобы я туда прыгнул, что-то там лимончик с горшка там. И она даже вот позвала их, и они сказали, да, это он. Мне в лицо смотрят взрослые шаги и говорят, что это он воровал, он сюда зашел, он, 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 турк, турк, все. У вас детство было интересно. Кошмар какой-то. Одно дело, когда мои земляки, мои дорогие азербайджанцы тоже с Арменией, которые жили в деревне, в деревне Армбанба, они вот этого ничего не замечали, им тоже говорили, ну, когда они в город ездили, туда-сюда, тоже, да, там. А я вот именно вот жил в Средине, понимаешь, вот в школу ходил, на улице игрался, все время вот этот чужой, чужой враг. То есть вы постоянно чувствовали холодок какой-то, да, отчуждение, именно со стороны детей, да, детей постарше детей, там, ваших одногодок, да, фактически. Да, если у кого есть возражать, пускай они скажут, как они вели во время нитингов, когда я в школу ходил, как они все, можно сказать, переменились. Это уже восемьдесят какой год, восемьдесят седьмой, восемьдесят восьмой? Да, да, вот восемьдесят седьмой, все уже стали националистами, ой, мы, судьба, судьба, великие. Вот, которыми ты с ребятами дружил, и они вдруг со всеми вместе нападают на тебя. Сколько вам было, 15 лет, да, где-то, 14-15? Не-не-не, это 13-14 лет тогда. Ага. Да, и вот в школу идешь, смотришь, пацанка, с которым ты дружил с самого детства, с первого класса, и ходили постоянно вместе в школу по дороге, и он при своей же начинает уже на меня вот показывать, что он такой гордый обменин, что вот он тоже. Я так смотрю, больно, что это, как-то так можно, да, мы же с ним как-то кончили, да, в общем, дружили. Вот такие моменты тоже. Вот, знаешь, я не хочу весь народ оскорблять, не хочу. Естественно, в каждом народе есть и хорошие, и плохие, но это беда самих альмянского народа, который там живет. Это дашнакская пропаганда, а их сделала больными людьми, больными людьми. Если, вот мы, азербайджанцы, толерантный народ, да, хоть негады живет в Баку, да, хоть китайцы, хоть яблонцы, хоть евреи, пускай живет человек, да, пускай семью свою в форме, пускай, ну, пускай соседа, мужик, братья, все, обычный человек, да. А у них нет, они больные, их делают больными. С самого, вот, родился ребенок, и фуха, шерчут, турк наш враг, турк наш враг, ну, кто-то такие вещи. То есть, фактически, ведь ребенок, маленький ребенок, да, детско-садовского возраста ребенок, да, он же не соображает, он не может, просто он, ну, не в состоянии понять вообще, сам, да, додуматься до этого. То есть, получается, его родители с детства ему промывают мозги этому ребенку, или, я не знаю, окружение его. Почему, откуда это берется, откуда это возникает, то есть, как ребенка, то есть, ребенка настраивать на другого ребенка. Это же ребенок, я понимаю, там, взрослый человек, да, там, молодой человек, но это ребенок детского-садовского возраста. То есть, это один ребенок, значит, настраивается против другого ребенка, да, или, там, школьник, мам, там, подросток, родители при нем говорят, там, оскорбляют, да, мальчика, да. То есть, что они, то есть, просто мне вот, я пытаюсь понять, понимаете, вот все это время, да, то есть, все это время, да, моя как бы, ну, не задача, а как идея, да, мысль моя, понять психологию этого явления, да, смысл этого, вот смысл. И что оно дает, какое преимущество оно дает, да, людям, которые этим занимаются, что оно им дает, какую отдушину какую-то, какой-то, ну, я не знаю, что им лучше становится от этого, мне вот интересно просто. Вот, понимаете, это даже не психология, ничего другого, это армянские болезни, называется армянский национализм, все, армянский национализм – это болезнь, это очень заразная болезнь. Им дает удовольствие, то, что вот мы великие, мы великие, остальные все вот. Ну, хорошо, вы великие, а при чем здесь этот ребенок в школе? Рус – это алкаш, Иван, пьяница. Сох, сох, сох. Да, 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 даже интеллигентный русский человек туда придет, который ни разу даже водку не выпивал, все равно для них это русский, Иван, алкаш. Хмог, а или хмог? Да, 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 все, это русский. Азербайджанцы, это турки, говорят, лавта, айс, айф, туркес. Апсос, апсос вор туркес. Апсос, да, 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 или айф, там это абсос, да. И эта болезнь, блин, ну, карту принесли, история Армении в нашем русской школе. Вот, началось вот. Смотрят, они, блин, улетают, наслаждаются. То есть вы это все видели, да, фактически? 13-14 лет вы это все видели? Да, да, вот это огромная карта, Азербайджана нету. Все Армения, от моря до моря, это в школе преподают. Открываешь книгу, историю Армении, карта вот эта. Кошмар какой. И они вот смотрят, да, вот на высшем уровне это делается, да. Тогда еще СССР был. Ну, кто там смотрел за этим, зачем им допустили вот такую карту? Ну, Азербайджан тоже сейчас карту снимет. Весь этот, Россия напишет, это было Азербайджан. Можно такое, да? Его называют эти Баку-Кер, туда-сюда. И я смотрю, и они смотрят меня, и удовольствие. Ах, ах, у вас нету туда-сюда. Блин, какое они удовольствие получают. Как вам было это неприятно, я представляю, да, вот просто даже, может быть, вы не, ну, не осознавали этого до конца, но насколько это ранило вас? Вы же хотели не этого, вы же хотели просто человеческого, наверное, какого-то дружбы какой-то, да, ну, равенства какого-то, ну, другие какие-то темы, но не эта тема, ну, точно не эта тема. Ну, конечно, вот встал пацан, там, руку поднял, и получил вопрос, а учительница, а правда, что Каспийское море, это не море, это озеро? Она говорит, да, с ума. И он поворачивается, все смотрят, ах, ах, ну, какая вам разница, это море или озеро? Самое главное, что у азербайджанцев нет моря, это озеро. Понимаешь, да, вот, удовольствие. Лишь бы, что-то там, понимаешь, не знаю, зависть или что. Ну, мы, азербайджанцы, тоже спокойные люди, мы там жили, не грубили никому. А много было в самом этом поселке азербайджанцев? У нас был поселок отдельно, где компактно тоже жили азербайджанцы, и, поверьте мне, там, вот, армяне то, что живут, и вот начинается вот этот поселок азербайджанский, асфальт приходит, и бабах, все, именно асфальт для армян. А дальше, вот, азербайджанский большой поселок, там никакого асфальта нет, вот, асфальт, прямо вот поселок начинается граница, и асфальта нет. А что за поселок, как назывался поселок? Это Чала называлось, Чала. Это мусульман, мэйлясы. Туркитах, туркитах назывался, да, в общем, туркитах. На армянском. Чала, мусульман, мэйлясы, вот так. Никого, ни асфальта, ничего, в общем, типа, если там жили бы армяне, они сто пудов там асфальт бы сделали, все улицы, но там ничего не делали. Ведь даже могут сейчас пойти снять на видео, я еще обманываю, и старшим там спросить, был бы у них там асфальт или не был. Если это там азербайджанцы, значит, они должны плохо жить. Стеснение шло, стеснение, понимаете. Мы коренные деревья этой земли, это наша родина, это Джалал-Огулу, это западный Азербайджан. Они сами прекрасно ведают, откуда они приехали. Их завезли в наш город, с Турцией. С Турцией завезли. Никакого, все деревни, вот деревни, дерево, там ручейки, реки, горы, все травы, все на азербайджанском названии. Они туда приехали, туда их привезли, вот русский царь, там кто там. И после этого они там начали жить. И вместо того, чтобы быть благодарным, что азербайджанцы им помогали, ну, приняли, да, вот, ничего плохого же не сделали, да, тихо, спокойно приняли. Ну, они начали как-то себя хозяева вести, во всем обвинять азербайджанцев. Если вы такие мужественные, не надо было на азербайджанцев идти. Если вы хотели разобраться с турками, с Турцией, надо было с ними разбираться. Если возможность у вас есть такая, да, он только там, с ними целуйтесь, обнимайтесь, едете в Турцию. Сколько там, 200 тысяч, сколько там? Да. Там кричат, мы турки, мы не хотим отсюда уезжать, турки наши братья туда-туда. Слушай, они вот ищут беззащитных, на ком сорваться. Просто вот азербайджанцы, спокойно народ, тихие. Ну, что мы плохого можем сделать? Ну, что? Приезжал же в Баку родной, правильно? И сейчас мы можем приехать. И можешь даже тут жить. И я тебе буду в гости ходить, и ты как мне будешь в гости ходить? Буду с тобой спорить, скандалить. За что? Почему? Твоих детей буду избивать на улице? Я что, больной, что ли? Кто такие вещи взял на улице? Это же патология какая-то, знаете, национального масштаба, да? То есть, почему должен вот молодой человек, ребенок, подросток, да, я не знаю, сталкиваться с этим? Причем это русская школа, да, фактически. В принципе, обучение идет на русском языке, очень много русских детей, да, и вот эти вот армянские дети, подростки. Они же с вами разговаривали на каком языке? То есть, общение у вас на каком было языке? В основном на армянском. В основном на армянском. Да, 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 да. И даже он, женщина, смотрел тоже в Питаке, в Питаке, это недалеко от нас, с интерната, взяли детей азербайджанских, и в трубу, и заварили, и даже восхранили. Ну, что вам это дает? Убить азербайджанцев? Что вам какой-то кайф дает? Какое удовольствие дает? Отрезали голову, прыгаете, как обезьяны. О, не отцу мою. Какое удовольствие? В Карабахе, допустим, захватили бедного там пастуха. Пастух, обычно коров. Ну, режете ухо, режете нос, режете голову. Ну, какое-то вам удовольствие дает. Вот что от этого получается? Я не думаю, что мы азербайджанцы, даже в это не верим, в голову не верим, что мы можем армянского пастуха поймать, просто за то, что уравни, отрезать уши, нос, и во всем объединять, что ты плохой, все армяне такие, должны умереть, все армяне не должны жить. Понимаешь? Сумасшествие идет. Зачем? Мы до сих пор азербайджанцы не понимаем, что они от нас хотят. Говорим, нормально, хотите жить, будем жить. Чуть, немножко пожили, лет 50 прошло, все, опять болезнь начинается. Опять Великая Армения, опять начинается вот это. По башке получают, опять 50 лет тишина, опять через 50 лет начинается, опять у меня отцом, у меня болезнь, у меня болезнь. Хорошо, вот вы, когда вот было у вас в детстве, да, такое, в детстве там это, вы приходили, например, домой, вы рассказывали родителям эти вещи? Нет, нет. То есть вы скрывали от родителей? Да, это у меня было само воспитание, я признаюсь, честно, я не говорю, что я необыкновенный, я такой разумный был, просто я ребенок, я уже понимал, что мы враги, я уже понимал враги, я уже дрался, я тоже доказывал, раз я турок, я турок, я смотрел график национальности с Азербайджаном, тоже сперва не доходило, как это я азербайджанец, а почему они меня турками называют? Ну, я не понимал, да, вот как это так, зачем они меня, мы же вроде не из Турции, мы же отсюда с Азербайджаном, приходил домой, опять шел, играл, все, когда кто-то начал обзываться, начинал драться, все, тоже вот, живой ребенок, лично был, не боялся, нападали, я не скажу, что я Рэмбо или кто, но я гонял их, несмотря на то, что двое, трое, четверо, естественно, своих провесников, имея в виду, и год. Ну, а вы не пытались, например, спросить, сказать, а почему, в чем дело, то есть, у ребенка, то есть, почему он так, почему, что он, что он хочет, что он хочет от вас, этот ребенок, ну, или там, ваш, тот, нападал на вас там. Ребенок, который, допустим, дружил, общался, смотрел в глаза, и он так смотрит, у него вот эта переграда вот стоит, он хочет с тобой дружеские отношения, но эта преграда ему не дает, это слово турок, и все, и дальше, вот, рассказать вам историю, это не фантазия, ничего, это спальтак живой, то, что в Армении, Степанова, и пришел, в футбол играем, ну, я его считаю другом, два года старше он меня был, короче, играем в футбол, и вот ходит, одна девушка, там из, мамвел была, эта сестра его, вышла, она старше нас на 3-4 года, смотрю, она позвала вот этих, армян, брата, несколько пацанов, футбол остановился, в общем, что-то они шепчутся, и смотрят на меня, а я стою с этим спальтаком, вот, возле их ворота, стою, я говорю, может, я пойду, я же понял, что-то тут уже начинается, да, уже кипиш, да, что-то уже чувствую внутри, что-то сейчас произойдет, а там, чуть выше, вот эти франки были, которые на меня кревещены, что я... Я одну минутку хочу просто объяснить, просто тем, кто не знает, да, франками называют армян-католиков, то есть армяне-католики, это франки, надо продолжать. Да, и, короче, там у них собака злая была, вот этих франков, она вот цепь вырывает, и теперь я не остаюсь с этим, разговариваю, друг, так называемый, и они наверху, и улица такая, скушение, выводит эту собаку, и на меня, эту злую собаку, сцепит, и фас показывает и на меня, в общем, я поворачиваюсь с лицом, чтобы зайти туда, наоборот, к этому спартаку домой, он закрыл дверь, и улыбается, я говорю, открой, да, собака там, да, бежит в мою сторону, он улыбается, говорит, я боюсь, и улыбается, вот, зубы скарит, и я вот, ребенку, повезло, что, ну, сильно пацан, да, в детстве, залез вот на решетке, и собака, вот, стою, если собака захотела бы, она мне ноги искусала бы, я не помню, сюда поднялся, но как-то постарался, чуть-чуть выше подняться, и держу вот за эти решетки, в общем, собака пробегает, их мимо, а внизу, к этой девушке, брат, еще один парень, они тоже не зашли домой, они просто стоят, вот, в центре улицы, и хотят, вот, своими глазами видеть, на славе рождение получить, как собака будет меня рвать, кусать, в общем, да, и собака пробегает, и в сторону их, это дурый брат, еще друг, этот, хотели домой, этот вытолкнул его, брат этой девушки, и сам залез, а этот испугался, и вниз начал бегать, и собака, как его, хапнула, он орет, кричит, короче, в таком состоянии, древний, он, она вот для меня яму копала, а брат попал его, брат, это собака разорвала, как по-армянски говорят, поспори хорпори, да, да, представляете, там просто не вытащили, это лежит на земле, кошмар, просто на него, дурдом, как сумасшедший дом, у вас детство было интересно, вышли взрослые, спрашивали, что случилось, как собака оказалась, они рассказали, что мы хотели, чтобы этого турка, это разорвало собаку, мы такой план сделали, но турок там залез на ворота, все, я виноват, что я залез, и что я не пустил, чтобы собака меня спустила, я спокойно спустился, пришел домой, ничего не говорю, дома вообще, ничего не говорю, привык сам за себя отвечать. А у вас были братья-сестры? Да, были. Ну, а как они, как они, у них тоже был подобный, наверное, опыт? Вот с ними вы делились каким-то образом? Брат старше, сестры средние. Ребенок, вот ребенок, когда сталкивается с такими вещами, да, ребенок, ему же надо кому-то это сказать, то есть, я понимаю, что родителям вы не хотели говорить, да, но брат, сестра, там, я не знаю, родные там ваши, ну, скажем. Не говори. Никому не говорили, Не говорили. Никому не говорили. Нет. А что, даже дедушке не говорили, никому? Я не привык жаловаться. Я, клянусь, вот, нет, не было в характере. Это сейчас я вам рассказываю, не бью на жалость, ни на что, просто, знаете, этот период я прожил, я прожил, я, в общем, горжусь, что я азербайджанец, я горжусь, что принадлежу этому народу, я люблю свой народ, свой азербайджанский народ, у меня прекрасно, прекрасная вера, исповедание, я не фашист, не националист, все чистое, все светлое, это я вижу в своем народе. в каждом народе есть плохие, хорошие, но, мой народ, я думаю, вот, уже 48 лет, мне мудрость, все, у меня народ прекрасный, я смотрю, какое у них отношение ко всем, людям, какое вот, азербайджане, то есть, у вас есть опыт там, да, пребывания в Армении, да, вы сравниваете, и потом, когда вы приехали в Баку, вы столкнули, ну, как бы вы вошли в другую реальность, да, где этого не было, а как вы приехали, то есть, вы, вот эти события начались, ну, понятно, что в школе там это все у вас было, да, в школе, ну, а дальше вот в доме, в семье, обстановка, вы говорите, митинги, вот как это все развивалось именно в Степановане? Степановане? Начали все уезжать, а мы, так как мы жили среди армян, поймаешь, вот родной, мы не хватили уезжать, мы три раза возвращались, три раза вот возвращались, потому что это наша земля, это моя родина, это земля моя, все это городе, все это принадлежат мне, это моя земля, пускай они не знают, это Джалал Оглов, а не какой-то Степанован, Шаумяна, там, Дашнак, коммунист, в общем, взяли, назвали Степанован. Тоже это в честь Степана, да, Степана Шаумяна, Степанован? его музей имени 26 бакинских комиссаров, этот домик, в котором он неделю жил, его жена типа жила, вот это хата, вот это, в центре музея, и памятник поставили Шаумяну, огромный такой, и назвали Степанован. Это Джалал Оглов. Сейчас нынешнее, вот то, что Армянская республика состоит, пускай они сами скажут, из трех азербайджанских областей, Зандизурская, Джо Чамагала, и Ахбабаю, да, в общем, три-четыре области, да, в общем, вот это отобрали в Азербайджан, но и создали вам республику. Степанован, даже больную женщину постили, ну, старую женщину, избили по себе, деньги отдавали. То есть пришли, а что, это то, одинокая женщина была, да, пожилая? Ну, зашли в дом, избили, там, кого могли избить, избивали, кого могли убить, убивали. В самом Степановане это происходило? За городом и деревней, в самом Степановане, когда мы выезжали из города, нас вывозили отца друзья. Я им благодарен, конечно же, очень сильно. Не буду их имена говорить, может, что-то против них, чтобы там эти фашисты не предприняли. Эти стоят с камнями вот такими в руках и перевал там, да, как бы, чем я, может, еще не доходил. Это какой год, вы можете сказать? Какой год? Ну, 88-го, вот это все, да. И нас попросили, наши женщины, чтобы мы косынки, они сняли, чтобы не видели, что это там азербайджанцы, азербайджанцы, то есть косынки ходили, да, наши женщины, мусульманцы, да, если попросили, чтобы мы сняли, они стоят с камнями, говорят, молодежь, и бросают на машину. Бросают, я серьезно говорю, бросают на машину. На машины, которые уезжали, покидали этот город? Да, 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 что-то навредить, что-то ударить, что-то, короче, там митинг идет, оттуда орут, там с камнями стоят, короче, весь этот, а мы до последнего держались, мы не хотели выезжать, дедушка не хотел, дедушка у него, я здесь родился, здесь он говорил, бабушка, куда мы поедем, это наша земля. Я, ваше передачи начал смотреть, и мне, вот, ваша боль очень знакома, перенесли то же самое, каждая доза больше, доза меньше, вот это все. Я просто в этой каше, кастрюле, уже как-то отливался, дрался, все это, и вы, ботинский, парнишка, молодой мальчик, попадаете туда, в журдом. И вот, вы уехали, а мы приехали. Да, и я, и вот это все злость, которая, ненависть была к нам, кастрюле, сейчас уже перешло на вас, там начали шуртуваться, вы продажные, вы нечистые армяне, в общем, все это зло. Баквишун, баквишун. Да, 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 вот ненависть уже перешла на вас. Я понял, вот эту ситуацию. И то, что вот они должны были до конца, против меня идти, они начали уже на вас, да, решить. Ненависть же, она же, она же как бы есть, это ненависть, да, но объекта нету, на кого можно вылить эту ненависть, да, нет уже объекта. Вот объект появился, да, перевернутые армяне, там, бакинцы, называли турк, там, да, даже турк, постоянно говорят турк, баквейцы турк. А что баквейцы, вот мы с тобой, братья, открыто говоря, никакой вражды, никакой ненависти, туда-сюда. Я понимаю, сейчас и евреи, которые были фашистской Германией, как они ходили по улицам, глядывались, нам только вот этого звездочки не пришивали, понимаешь, только вот была бы возможность сделать это звездочки, и у нас тоже были бы, да, вот, как их били, унижали, старались, полу сделать подлые июды, там, обзывались, ну, смотрим фильмы, читаем, Петр Карпицу я читал, вот его советские ученые, тоже евреи, это читал еще в армии, 20 лет, я его прочитал, я все это вижу, значит, какое отношение, вот, нацизм, нацизм, вы плохие, и знаешь, другие народы тоже, да, вот, вот там, был один грек, козел, сестра со мной учились, и на уроке физкультуры, когда развивал, я спортивную надежду, он, знаете, подошел, чтобы показать себя перед армянами, что он тоже верный армянист, как мне вот кулаком в спину, старше меня на 3-4 лет, я даже не ожидал этого, одно дело лицом к лицу, очень сильно он мне бабахнул по спине, вот, вот между лопатками, да, и эти армяне засмеялись, и он такой радостный, что совершил героизм, сзади напал, младше себя, да, сзади ударить, младше себя ребенка, да, 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 и вот тоже сам Спартак, вот сосед мой, типа друг, ну, друг, в общем, перегородка, да, не работает, да, у него, он меня увидел по дороге, я иду со школы, он тоже старший, на два года, ну, ну, что там, что такое грустное, да, ничего, ну, скажи, да, что случилось, да, там один козел, есть он, козел палки, там сильно очень мне стукнул, по спине, да, в общем, кулаком, он что-то прям молчал, на следующий день мне говорят, твой брат тебя ищет, он сейчас на третьем этаже в школе, я говорю, мой брат не здесь же, старший брат, тогда там его не было, поднимаюсь, смотрю, Спартак этого грека поймал, вот так держит, и говорит, ты моего брата ударь, ну, он уже взрослеем, понимаешь, он уже понимает все это, уже, это что, какой, какой надлом психики, да, вот представьте, да, вот даже у него, да, у этого мальчика вашего, вот вы говорите, Спартак, то есть у него человеческое есть в нем, да, и националистическое, которые несовместимы, вот две, две эти, два этих начала, да, два этих принципа, они несовместимы, человеческое и нацистское, националистическое, и вот у него внутри, видимо, происходило это, и чувство справедливости, наверное, есть, да, общечеловеческое, да, какой-то, какая-то человечность, и вместе с тем националистическое в нем, то есть, да, представьте, какая, какой конфликт, какой конфликт в сознании, вот, неокрепшем сознании, да, ребенка, это это кто за это будет отвечать кто за это несет ответственность я даже не ожидал что он придет он пришел он ему пару раз подсчетчик еще мне сказал стук нету дурака а это дрожит грек дрожит ты грек тебе-то что до меня зачем ты лезешь кому-то взял показать вся школа видела как унижен был сказал брат удали я тоже одну пощечину лепил и все разошлись и он идет гордо такой мой братишка ну чё делать на такие моменты тоже были то в общем он тоже злой кто моего брата тронет это уже вот такие моменты да вот начинается вот это да все это он пришел свое слово сказал и в школе уже помню что кто-то меня братом называет куда-то очень который может постоять прийти там наказать и хорошее надо говорить и плохое надо говорить и хорошие и плохое хорошие тоже были люди не говорю что все подголовно больные идиоты воняйте озабочены убийцы не порядочное было но мало мало к сожалению очень мало и ведь то что им внушают от детстве они рядом растут и видят что азербайджанец обычный человек то что им говорят что он враг он кровопийца он армянских детей может кушать смотришь обычно парень такой же как его советские там менталитет ничего такого нет он удивляется тоже психа ломается зачем я должен его бить зачем его должен унижать зачем убивать должен вот перелом идет до такой кошмар не знаю не знаю еще раз говорю то что может быть не знаю можно благодарить коммунистов не знаю за что но если бы их не было бы то вообще как мы бы сейчас обращение было хуже чем евреям с фашистской германии просто бы убивали резали вешали где попало то есть советская власть советская действительность как-то сдерживала людей как-то сдерживают они как они же там столько больных было с радостью отрезали детям голову убивали бы азербайджанцев даже мужик там все женщины ближе вот вот война началась всплеск из-за чего начался воря все убить можно резать можно хоть жаловы айбалам хоть жаловы это трагедия весь мир сейчас что-то спит хоть жаловы детей это зори балаян вот тоже да начитана тоже мы ходили по трупам пришли там 12-летнего азербайджанского мальчика прибили глазами руки и ноги к стене я начал ему историю в великой армении рассказывать потом с него кожу заживо собрали шума какой-то больной не больно сидит у власти сидит зачем вот такие вещи какой кайф у ребенку там кожу заживо убивать отрезать голову отрезать он наши пленные сколько они перенесли сколько они перенесли вот это страдание знаете крест сжигают и крест на гроб раскаленную да 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 это же все есть он сам не сделал за себя это все мальчику кости ломают операцию другому армянскому ребенку там косточка сейчас инвалид по жизни да в плену взяли маленького мальчика косточку сняли и больному там другому армянскому ребенку поставили что вот за варварство что за фашизм что за это непонятно а сейчас я уже понимаю я с удовольствием хотел бы понимаешь азербайджан это такое государство я не буду тебе рассказывать или учись мой родной ты сам ботинец прекрасный человек уважаемый человек мы все тебя уважаем очень сильно из-за того что ты там просто кто правду гранит на всех уважаем все нам нету разницы кто по нации вот уважаемой филипп и хозяин тоже я ему посылаю отсюда салам большой тоже хороший человек и другим нашим братьям которые говорят правду не без нации без нас не имеет значения вот азербайджан это как букет разные нации ну как будто букет и каждая нация это красота своя красота допустим азербайджанцы там евреи в общем огромный букет цветочек пахнушек тоже свой цвет имели свой аромат имели в этом букете место и было вам вот начали вот портить 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 чтобы этот букет праздал вот что вы допустим нас прогнали там одни армяне живут ну и чего вы добились живите одни армяне живите пусть их другой нас нет ну чего вы добились тот пунктик был который вы переводили да одни армяне всех прогнали не азербайджанцы не пустят не отцов будет поедать друг друга все так и делалось и делается не так как друг друг грабят друг друга насилуют уже своих же убивают своих же процесс пошел самоуничтожение с нами жить я не думаю что мы можем обратно так жить нет нет это уже все уже все не думал нет я я это не представляю я в это не верю к сожалению к сожалению я не представляю как вообще возможно вообще возможно какое-то мирное соседское добрососедское сосуществование да вот эти двух народов ты понимаешь они все мосты сожгли они все сожгли они все уничтожили уничтожили саму базу саму возможность общения саму возможность да вот этого разговора сам вот говорят мосты сжигают знаешь вот мосты сжигают мостов уже нет нет мостов нет связи нет этой этого дороге этой уже нет дорога разрушена дорога вот эта дорога разрушена понимаешь Вот этот смотрел передачу тоже Роман Багдасалян, который пытался показать себя тот же правдивого человека и с ним говорить туда-сюда. Вашу передачу смотрю, у террориста Милканяна стоит, присядка сидит, он террорист такой хороший человек был, он порядочно был, он правильно был, он такой герой. Айбалан, ты больной? Вот поэтому Мутэ Милканян герой для всех, то есть он беспрекословный герой. Это герой, которому нет никаких вопросов. Это герой, который был в 90-х годах образцом поведения, сейчас образец поведения и тысячелетиями он будет считаться именно образцом поведения. Человек абсолютно бескорыстный, человек, который готов был отдать всего себя за те цели, за те задачи, которые позволили бы сохранить жизни людей, сохранить самое главное, святую армянскую землю. Ты больной, человек, который убивал женщин, нападал на эти крестьянские деревья, в которых там жили азербайджанцы, и пару человек с охотничьим оружием там резали, убивали, и он теперь герой для тебя. И ты, правда, любитель такой, да, вышел, маска у него, все, сошла. Вот этот человек для меня умный. Ты выступал правильно, вещи говорил, не надо воевать, надо дружить, надо все это, надо мир, все это, такие вещи, да, на этом пришел, да, уважение за работу. И сейчас, я не буду говорить, как он умер, этот террорист, ему отрезал наш национальный герой, солдат, в голову. Просто взял ему, отрезал голову. За то, что вы просто не представляете, что они с простыми людьми сделали, что сколько человек на крови, вот, кровь, да, вот, у этого человека. И дети, и старики, и как они мучили, как сейчас находят эти массовые, да, вот, захоронения, куда они нападали, и местных людей, да, где там находят кости, черепа разломанные, там, женщины, дети, всех подряд убивал, да. И теперь этот козел, Роман Багмагасарян стоит, там, на коленях, потом чуть не плачется, там, Мелаканян мужик, Мелаканян, честный воин был, сын Армении. Ты чего пропагандируешь, дурачок, а? Больной, что ли? И хорошо, что, дорогой мой, я от этого смогу убраться. Я понимаю, ты победил, ты прошел, ты тоже раньше не такой же человек был, правильно? Твои детские мысли, твои планы, вот у меня были планы стать военным, я бы мечтал стать советским офицером, там, учиться. В общем, прекрасные планы были, да. И все пошло под откос. Понимаете? Двухэтажный, огромный дом. Пришли, мебель все начали ломать. Отец поехал после землетрясения туда, чтобы лечь вис. Подушки, вот эти, все ножом порезаны на полу, перья. Всюду, говорит, солярка воняет. Они уже пытались зажечь, просто отца друг, он пришел, сказал, что это я дом купил. Вот эти барадачи пришли, франки, да, в общем, дошнайки, в общем, кто такие. Вышли дом ожидать. Ломают. То, что могут, воруют, хрустали, все украли, все имущество убрали. А что не могут, унасить там, начинают бить, ломать. Подушка тебе что-то сделала? Подушка тоже турок, да? Или шкаф наш, турок, да, его тоже ломать надо, да? Это болезнь, это просто поражается, понимаешь? Все человеческое в людях вытравливается, вытравливается. Ничего человеческого не остается. Это все как бы симптомы, да, симптомы, да, вот это проявление этого помешательства. То есть, вы бы добровольно никогда, ни вы, ни ваши родители просто так не поехали бы, да, не уехали бы оттуда. Потому что вы привязаны к этому месту. Вы привязаны, да, корнями, там, я не знаю, там, всеми связями, всеми нитями, да. И вот взять вот это по-живому, по-живому, вот так взять, порезать, да, выдрать это с корнем, взять вот это вот, взять вот это насильно. И человека, семью, там, народ целый, да. Альберт, дорогой мой, я не психически больной, ничего, но мне уже 48 лет. Каждый вечер, когда я сплю, я там. Это мой дом, эти горы, эти леса, эти реки. Не за то, что я скучаю за ребенка, который там живет, нет, за свой дом, за свою землю. Я там, с этой землей, со своими горами, там, лесами, воспоминаниями, да. Дедушкин, бабушкин дом, мой дом, отец, мать все живы. Ну, здорового бы жизни было, чистого воздуха жили. Все приехали в Баку, тут другой климат, нервный стресс, мресс. Кто-то начал болеть, Рана умер, кто-то... Все началось, вот, понимаешь, каша-маша вот это. Заново с нуля начинать, тут тоже вакуум, вот, пришлось все с нуля начинать опять. Да. Ну, да. То есть, рана эта, она не заживает, на самом деле. Она не заживает. Не сбежишь. Не сбежишь. От тебя не сбежишь. Точно, точно, точно. Не сбежишь. Куда бы мы ни поехали, хоть на планету Марс, все равно, вот, понимаешь, все вот это осадок, культурный человек, воспитанный, на вас смотрит, да. Культурный, воспитанный человек, и в этот дурдом, в эту кашу националистическую, там, или вы были бы своим, если каждый день там кричали, там, убивать турков, надо убить турков, надо резать турков, азербайджанцев смертью. Не знаю, в общем, надо там было, каждый день там доказывать, что я этот, истинный арийец, да, допустим, армии, да, каждый день выступать там, кричать, что я, убейте турков, вот так. Кошмар. Мы самые лучшие, мы лучшие, мы лучшие. Естественно, кошмар. Мы сейчас думаем. Да. Как дальше жить? Айбанан, вот все мировое сообщество говорит, что Карабах это азербайджанская территория. Это признанные границы. Сидите в Армении. Никакой развития нет, да? Открыто буду говорить, нет, нет развития. Деградация, деградация. Какое развитие? И нам тоже не даете нормально развиваться. И сами не даете. Бедный азербайджанский народ, бедный азербайджанский. Сейчас всю экономику отправляем туда. Конечно. Все это, которые они все сожгли, разрушили дома. Я не знаю, что они дома сделали. Зачем сжигать людей дома? С хербайджарами убегают, унитаз воруют. Собой везут. Леса сжигают, дом сжигают. Ну, придурок, ну зачем ты? Унитаз забирают. Это что? Близкая ему самая вещь. Да, ну лес оставь. Землю берут в мешке. В мешке и в Армению отводят. Азербайджан, ну совсем что? Что в Армении земли нету, что ли? Лишь бы это, не знаю, что они там, оторвать, унести все это, чтобы не досталось это азербайджанцы. Ну, зачем так сделать? Все дома вот сейчас и нам развиваться не дают, и самим. Я вот думаю насчет совместной жизни. Вот здесь вроде тоже там, где сейчас все такое там смешанное, да, армяне, азербайджанцы, Краснодаре, там, Россию вроде. Именно эта болезнь у них, когда они попадают в Армению. Нынче, да, так названо? Вот туда, когда попадают, вот эта болезнь, там начинают вот это все. Да. Как только они за границу выйдут, а это очень нежное почувство. Выбрать, выбрать, выбрать. Как туда, все. Они все вместе, и они начинают уже силу чувствовать, начинают уже генералами себя чувствовать. И чтобы совместно жить. Нет, это я не представляю. Но вот сейчас смотри, да, вот президент Азербайджана, он сделал, значит, он объявил о том, чтобы регистрировать все, как бы, заявили о себе, да, вот, азербайджанцы из Армении. И поднимается тема возвращения, возвращения домой, на родину. Понятно, что это пока просто какие-то штрихи, да, какие-то штрихи. Вот как ты представляешь, вот у тебя вообще как настроение, какие люди что говорят вообще, какие движения именно вот в этой связи? Я, как говорится, сейчас упомянули нашего президента, уважаемого. Не хотел заранее говорить, чтобы люди вдруг подумали, что я там пришел тут хвалить власть, президента, государства, руководства, там, ну, подхалим, да, не хотел, чтобы так думали. Вы меня там спросили, что я в детстве давал тебе силы, как ты там, да, вот, подхалил, вау. Да, да. С первого класса я ходил, у нас был в школе, на втором этаже, по-моему, да, там все члены КПСС портретов. И когда был большой звонок, я ходил, стоял, бить портретом недорогие, и смотрел на него, и гордился. Он мне давал силу. Я серьезно, я не подхалим, мне от государства ничего не нужно, люди, не подхалим, честно, он мне давал силу. Я смотрел на него, и гордился, что он там. Тоже его фотографии святой считалось, никто не смогу там, да, пальцы. Да, 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 да. Я вот так стоял всю перемену перед ним смело. Представляю, вот ребенок, да, ребенок, то есть он не... Он мой спаситель был, да, спаситель. Ей дорогие, был спасителем. Он мне давал силу, его портрет, то, что там, гордость, что я азербайджанец, я... Пускай они гавкают, сколько хотят, пускай гавкают, оскорбляют, но я азербайджанец, вот... Портрет, вот сила. Я хотел знать, какому военному, человеку, да, вот... Не знаю, сейчас, что буду говорить, что я больной, или там, подходим. Просто ты был ребенок, это твой детский опыт, это твое детское, ну, как сказать, переживание, да, детская... Детская история, это детский рассказ, вот как ты справлялся, справлялся с этим, с этой ненавистью, да, с этим холодом, с этой жестокостью, да. То есть, ты не рассказывал, ты говоришь, там, то есть, ты был сильным подростком, сильным мальчиком, да. То есть, ты не хотел, но все-таки ты же ребенок, ты же человек. Причем не было поддержки, да, там, то есть, тебе приходилось... Я не знаю. Не знаю. Ну, все равно, ну, благодаря портрету, именно этому человеку, он сын азербайджанского народа, и я смотрел и гордился, и силы у меня, у меня крылья вырастали, что я человек. И вот мой азербайджанец, красавчик, там, портрет, стою и горжусь, и не ломаюсь. Вот его портрет, и вот все, не давало мне ломаться. И мне давала эта сила, и я чувствовал высшее их себя, и сейчас тоже чувствую высшее их. Вот, я когда ходил, я гордо ходил, эти бабушки говорили, вот, евровестницы говорят, турки, паша надо, скажи, я иду по-моему. Туркинская, США идет, да. Вот так, да. Хватит, верните мою землю, уезжайте, давайте, куда хотите, в Турцию хотите вернитесь, хотите, возвращайтесь, уезжайте, отдайте нашу землю. Кто хочет, пускай мирно жить, пускай остается, кто не хочет, воевать хочет, ну, не знаю, что. Все вот, умирайте, 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 уже места не осталось, чтобы хоронить молодых ребят, да. Кошмар какой-то, да. Уже места не осталось. Это Эраблур, или как называется, вот. Да, да, да. Я смотрю там, и знаешь, у нас тоже вот наши ребята, дай Бог имрай, вот, наши шахиды, да, святые наши ребята. И там вот, и тут, это убили армяне, это убили Азамиранский, вот это камень. Мир уже невозможен. Как не мир, когда я еду по Баку, и каждая улица едет, молодые ребята еще едут. А да, молодые, красивые, замечательные, все такие, они должны были жить, они должны были семью создавать, они должны были все это делать. И за что? За что? Во имя чего? Что Дашнаку какому-то больному захотелось в Великую Армению, там, от моря до моря. У вас же столько населения нету. Откуда столько армян возьмете, чтобы населить вот эту землю? Вы еще в Армении ничего не смогли сделать, то, что на наших землях ничего не смогли. Потому что это не ваша земля, это не ваша земля. Вы не чувствуете ничего к этой земле. Они говорят, как вы уехали, азербайджанцы, все, да, вот, берачат, за вам съездят. Да. Конечно. Ну, мы же дети этой земли. Это наша, азербайджанская земля. Вас привезли туда, по населили. Вы живете, да, что хотите. Азербайджанская земля. Верните и уезжайте, куда хотите. Верните мою Родину. А сейчас, если мы в Зангизур поедем, там компактно уже, да, там армян было мало, азербайджанцев было много. Если вернуть в Зангизур, я говорю то, что, и знаю точно, что наши, мои там земляки, оттуда, да, лежат, босиком побегут. Ты понимаешь, у нас любовь к этой земле. Мы будем целовать эту землю. Мы будем плакать, все это страдание выйдет из нас. Понимаешь, вот, все, что было, на колени встанем, будем эту землю, как родную мать, целовать, которых нет на свете, там, близкие, все. Будем эту землю целовать. Обнимать каждое дерево. Будем ползти по этой земле. Понимаешь, это наши. Мы не будем, там, армянские дома зажигать, там, что-то тут желание, нельзя. Такие вещи не надо делать. Это наша земля. Если Зангизур удастся нашему президенту вернуть туда наших земляков, это будет большая победа. И я буду этим Зангизурцам завидовать, потому что они-то смогут, а я не смогу в Джалалогулу попасть. Понимаешь, родной, да? Они уже будут там ходить, в свои деревьях, там, посещать свои, там, эти, кладбища. Люди, наверное, вернутся в свою жизнь, да? А что мне сказать еще, родной, не знаю. Я не пришел тут хаять весь армянский народ, не пришел оскорблять, унижать. Я сказал то, что было в моей жизни, то, что я беренес, как я живу, какое отношение было. Очень скверное было отношение. В 88-й, да, вот, в школу Олимпиада у нас по волейболу. Дети пришли, армяне, одноклассники, говорят, попросили дедушку и бабушку, что отпустите, чтобы мы выступали тоже, да, наш класс по волейболу. Они под нашу ответственность пошли, выиграли. И эти армяне, которые там проиграли, собрались 3-4 класса, меня чтобы избить. А эти, которые под ихнюю ответственность, что они под ихнюю защиту, никто не задержал слова. И там у нас учительница физкультуры Ларетта, там Ларетта, да, по-моему, да. Она меня обняла, вот, вывела через эту толпу, вот, перед школой, как митинг. Одного пацана азербайджанца хотят убить, уничтожить. Маленький ребенок, да, 13-14 лет. Она меня вот так обняла, и до самого парка привела 3-4 остановки пешком. И оттуда, говорит, иди домой. И я вот пришел домой, а что рассказать? Никто не защитил. Никто не защитил. Вот это она, по-моему, Ларетта метистка была, или русская, или метистка, русская соревнования. Вот это учительница физкультуры, она меня с этой школы вытащила. Весь, перед школой такой, блин, толпа набралась. Столько людей, я сам выхожу, смотрю, она меня обняла. Я тоже, знаете, не обнял. Среди толпы вот так идем. Ору тук, 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 тук. Ну, а ведь... Да. Если я что-то наговорил, если у кого-то из этого города, кто меня знает, кто... Естественно, там люди есть, имена тоже. Я сказал пару человек. Если я наговорил, осквернил, там, привиту на это все, может, уступить в вас на тонаре, дать опровержение. Мне не за чем врать, я честный человек. Я не буду говорить, что я такой, туда-сюда. Кто знает, знает. Все, что было, как было, так и сказал. Да. Да. Вот это все. Не знаю, родной. Спасибо тебе за... Спасибо тебе за вот такой вот рассказ. Тяжелый рассказ. Вот это детство, да. И действительно рассказ искренний, да. И, то есть, в принципе, это не подготовленная речь, не заранее спланированная, да, не по бумажке. Просто у нас спонтанный разговор. Буквально вчера мы, да, познакомились, когда ты начал писать там, да. То есть, для меня вот эти люди, да, друзья, я хочу сказать, вот, они самые близкие мне люди, потому что их боль знакома мне. Их, вот это чувство потери, утраты, лишения. Может быть, они физически здоровы, да, они благополучны, они живут у себя дома. Они устроены, они в тепле, они сыты. Но вот этот надлом, перелом душевный, вот этот, да, вот эта поломка, она, это рана, она ничем невосполнима. Это утрата, это, как сказать, я не знаю даже, с чем это сравнить. Это травма. Она не заживает. Понимаете? Время идет. И чем больше времени проходит, да, чем ближе мы к старости, на самом деле, в принципе, по идее, должно забыться, да. Но оно больше увеличивается, знаешь, вот я просто чувствую, да, по себе даже. Раньше, например, я просто вот хочу поделиться с тобой, хочу поделиться со слушателями, кто смотрит. Буквально вот, может быть, я не знаю. Две недели, три недели, может, назад лежал, ну, здесь же я живу в Канаде. Просто лежал, ну, ночь, темно, все, ночь, так как-то я проснулся, или такое полусонное состояние. И какой-то гул, вдалеке гул, и так вот, как машина, знаешь, вот это вот на этом, через окно свет. Ну, казалось бы, да, ну, гул там какой-то машины там где-то, там проезжает что-то. И вот у меня перед глазами моя спальня в Баку, да. У меня тоже такое бывает, да. Слушай, это, и вот я, Инглаба улица, да, Инглаба, вот эта улица, тогда же, сейчас она такая шумная улица, да, вот я был на этой улице, мне невозможно, я не мог стоять, такой шум от машин был, да, там машины проезжали, все вот это. Тогда же такого не было, тогда одна машина, особенно ночью, да, ночью, одна машина проедет, вторая машина, да, ночью. И вот этот звук машины и вот эти фары, ну, мы на четвертом этаже жили по этому, по потолку, вот этот вот свет, игул вот этой машины. И у меня как потом меня пробило, я этот, понимаешь, вот это вот чувство, что ты лежишь в своей кровати, что ты лежишь в своем этом, ну, в Баку, да. Это как в спальне своей, прямо вот чувствовал, как будто, понимаешь, вот я на минуту просто побывал в этой, в своей, вот, в своей квартире, в своей спальне, в своей кровати. Это не, и когда я пришел в себя, просто, да, вот это вот, ну, а как очухался, или как сказать, пришел, а, это, я понял, понимаешь, мне было настолько больно, но я не знаю, вот это вот, но это очень, очень такое субъективное, да, специфическое чувство, своеобразное чувство, не то, что мы там, естественно, как ты сказал, там, больные, там, или сумасшедшие, там, или еще что-то. Это, это, это ностальгия, это, действительно, боль на самом глубоком, глубокие пласты, да, сознание, подсознание, я не знаю, это записано на жестком диске нашего мозга, нашего сознания, нашей памяти, да, и она не стирается, оно, ну, это часть нас, часть нас, вот этот шум, эта улица, в принципе, что вы, что, что есть на этой улице, но улица, как улица, да, ты, может, сейчас живешь на лучшей улице, да, я не знаю, то есть, ты в лучших, может, условиях живешь, но вот это ты не вернешь уже, не вернешь вот это чувство, вот это, особенно, когда молодой человек, да, ребенок, молодой человек. Вот, хочу еще дополнить, то, что вы правы, мы друг друга понимаем прекрасно, потому что, это, боли, боль, все это, одно, да, вот страдания, все прошли, вот это, и вы недавно были в Баку, и кто там, даже вот бакинские армяне, которые иногда вот приезжают сюда, возможность дают наше правительство, чтобы они приезжали, там, кому-то не нравится, начиная, там, почему их пускают туда-сюда, я смотрю в их глаза, в эту радость, какая радость, как они, вот, я тоже получал такое ощущение, что я тоже, понимаешь, эта радость для меня тоже, ихняя радость для меня тоже радость. Ты помнишь, да, родной, да, вот, что я имею в виду? Конечно. Что я не могу, ну, этот человек приехал, он видит свои родные места, меня радует, что ему дали эту возможность. Мне тоже дайте возможность Азербайджану поехать. Поедем, посмотрим. Дайте людям хотя бы возможность приехать туда, хотя бы пройти, коснуться своих стен, коснуться, пройти по своей улице. То есть, понятно, что для кого-то это вообще не представляет никакой неценности, они ежедневно ходят по этим улицами, мечтают вообще оттуда уехать, да, скажем, местные люди, которые там живут, да. Но для вас это, это было бы очень, ну, я не знаю, может быть, вас услышат сейчас, может быть, это возможность, да, возможность. Даже туда пусть я не поеду, потому что я им не доверяю, во-первых, не доверяю, абсолютно не доверяю. То есть, вы хотите, вы чувствуете, да, вот это, ну, вас тянет туда, но вы понимаете, что это... Не доверяю. Полностью. Как можно доверить, когда оклеветали троих или четверых азербайджанских парней в Харабахе, в Хандиндзе, из зала сюда вывели, и потом заживо их сожгли. И даже их полиция не смогла защитить, милиция там, да. Да, 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 да. Избили бензин и сожгли этих азербайджанских ребят. В шестьдесят шестом году или в шестьдесят седьмом, да, в шестьдесят седьмом году это было, да. Передать в Карабахске, вот это... Да, в шестьдесят седьмом году. Как можно доверять, как можно доверять. Поеду я, ну, не автомата, ничего, не оружие, просто, да, человек пришел. Набросили, да. Как шакал. Конечно, конечно, конечно. Вот вы сюда приехали, тоже, не знаю, радость у меня большая. Конечно, вы знаете, я вот когда ехал, когда я летел, уже когда я приземлялся, у меня такое волнение было, да, как-то, знаете, стрессовое состояние. Когда я только вошел, то есть я ступил на землю, вышел на, ну, уже на земле, да, с самолета. И потом мы прошли в зал, вот этот вот, в аэропорту, да, вот где паспортный контроль, все. Казалось бы, да, вот ты проходишь это все, у тебя, как бы, ты больше должен. У меня такое спокойствие на меня сошло. Я вам не могу это объяснить. Это какое-то необъяснимое, не от меня чувство. Я не знаю, вот как вам это объяснить, как вам описать это. Я просто почувствовал, что я, ну, когда вы домой заходите, да, домой, вот вы ехали. Это мое, это родное. Это я не могу объяснить. Вот просто, вот просто родная земля, родная, родное, вот, ну, я не знаю. Ну, зал мне незнаком, аэродром этот другой, да, аэропорт, аэропорт, то есть, другой, все другое, да, все, я ничего этого не видел. Но вот эта вот атмосфера сама, вот этот воздух, да, и вот спокойствие, необъяснимое спокойствие. И вот это спокойствие было все время, пока я был в Баку. Покой, покой какой-то. Особенно, когда я выходил, было очень жарко, да, жара была. И вот этот ветер, бакинский ветер. Я, понимаете, вот этот ветер, я же его помню. И когда вот этот ветер на меня, я вот, ну, вот я не знаю, вот это чувство. Вот я даже вполне уверен, что вот тут ходили один по городу, без никакого охраны там. Конечно, конечно, без охраны, конечно. И сейчас тоже можете приехать и спокойно ходить, там, в гости, сидеть где хотите, в любом ресторане, там, в кино. Это ваш город, и никто не подойдет, не оскорбит ничего, да. Ну, я даже вот, если буду ночью кричать, подходимствовать, что каравах это ваш, армянский, это земля, все туда, сюда, все ваше. Даже после того, как я буду восстанавливать, туда поеду, все равно, я думаю. Конечно, конечно, конечно. Дай бог, чтобы... Они нам предложили, предложили, предложили подписать, что, ну, согласны местные азербайджанцы, чтобы каравах вошелся в Армении, и окончание фамилии, и на Ян сменить, да. А мы сказали, дайди к человеку больную, что ли. То есть вам такое предлагали, получается, там? Да, 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 можете жить, все туда, что-то. На митинге это сказали. Да вы что? Кошмар какой-то. То есть вам сказали поменять фамилию, стать армянами? Да, да. Кошмар. Окончание на Ян, и подписать, что мы согласны, чтобы в горбах вошел вас со старой армии. Мы сказали, да, идите вы к чему-то матери больную. И когда в жизни на свой азербайджанский народ, в нашей фамилии, что будет? Как бы еще больше было бы армян, да, фактически? Бред какой-то. Бред, как сумасшествие какое-то. Ну да. Ужас какой-то. Гарантировали, что останетесь тут жить, и дома ваши будут целы, и все. Также эти карабахские армяне тоже, да, вот смотрю, бежен, у которых там людей попадали в плен, избивали, все. И они знают всех этих палачей по именам, даже адресу. Оказывается, вот эти палачи, которые убивают и резали голову, они говорят, что сейчас карабахские там говорят, что типа они с Ирвана приехали, наемники, это они убивали. Оказывается, они сами участвовали. Там сколько есть таких свидетельств рассказывают, прямо местные жители, которых они знали, в гости ходили. Да, это было, это на самом деле так. Они даже по именам говорят, что вот этот, который пришел к нам на свадьбу, каждый раз со столом сидели. Даже был момент, когда кто-то кого-то узнал и говорит, а что вы делаете, как... Он говорит, они нас заставляют, в смысле, ереванские приехали, а и астанские. Они нас заставляют, говорит, оправдывайся. Вы просто скажи, ты у тебя в крови, ты просто выслуживаешься, чтобы тебя погладили. Да, 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 да. Все виноваты, все в этом виноваты. Все несут вину. Все они несут вину за это, понимаешь? Сейчас они открещиваются, ты знаешь, да? Они открещиваются от гайстанских. Есть такой разговор, движение такое, что это гайстанские замутили. Пока вы же поддержали, вы же были в этом, вы же участвовали в этом. В этом, в этом зверстве. Я, конечно, извиняюсь, я могу сказать еще больше. Вот эти иранские и армяне, да, они большинство, да, вот южная часть, и армяне, и карабаха, да, очень... Это иранские. Вы знаете, надо читать историю, они жили в Баку тоже, карабахскими, они... Как только появлялся Дашнак, они за него и начинали убивать азербайджанцев, что в Баку, в Шамахарах, там, тут, везде, в Кубе, и евреев тоже, да? Ну, конечно, конечно. Вот спрашивается, вот много очень бед, даже вот я читал, активно там вот этот там был журнал, и убивали в центре города азербайджанцев мужчин, а наших женщин, их жен, дочерей там, ну, заставляли танцевать без одежды, там, на трупах. Музыканты приводили, там, эти Дашнаки, короче. Столько горя принесли, столько горя, столько горя азербайджанскому народу принесли. Азербайджанский народ жил человек, да. Человек жил тут, спокойно, в Кубаку. Я там, столько горя, и столько людей умерло. И сейчас вот этих Дашнаков спросить, чего вы добились, чего вы добились. Вот 30 лет украли жизнь наших родителей, здоровье украли. Нас сломали там психологические переломные моменты, да, в общем, надежда, все наши мечты вовнулись. Короче, живем, кто-нибудь на земле или на небе, непонятно, между небом и землей, вот такое ощущение. Подвешенное состояние какое-то, да, как в воздухе. Ну, что, что я тут живу, ты в Канаде живешь, все равно не в своей тарелке. Не дома, не дома, не дома. Да, не в своей тарелке, да. Да, это, тут хорошее отношение, все, да, в Канаде тоже шикарно, все, но это не твое. Да. Мы не на небе и не на земле. Да. Вроде живем, вроде, да, спокойно, где-то живем, но полной спокойствии, да. Заблудились, да. И сколько людей, ведь не ты, не я, это же сколько людей, да, вот спроси любого, да. Я не знаю, вот в процентном отношении жителей Азербайджана, сколько вот сейчас, миллион, да, говорят, миллион же беженцев, да, сколько? Около миллиона. Около миллиона, да. То есть 10 миллионов населения, да, то есть 10-я часть населения – это беженцы. Сейчас тоже вот, не знаю. А они сами тоже беженцы, да, они все убегают, да, с альминией. А сейчас они, да, все разбежались, там сколько? Полтора миллиона выехало. Полтора миллиона выехало. Куда попало? Куда попало? Ближе бы уехать. Я, знаете, вот что могу предложить? Вот даже вот такой эксперимент сделать, взять вертолет или самолет и сыпать деньги над Арменией и над Карабахом. Все купят билеты и уедут, да, уедут, серьезно говорю. Потому что эта земля не их, они ничего не чувствуют. Перед землетрясением, вот я вам скажу честно, вот последней нету, которую я там, да, был, пацаном, бинокль дядька подарил мне по гору. Все птицы стаями над городом, когда мы уже выезжаем, как будто все прощаются, они тоже с нами уходят, все обижаются, все, природа обижается, животные обижаются, что они вытворяют, да, в общем. Собака, которая исчезла 3-4 года, там, или 5 лет назад, пришла, вернулась сюда. Сколько я пытался эту собаку погладить. Мама смеется, говорит, твоя собака вернулась сюда. Я уже возрастил, там. Хочу обнять, зовут, подхожу, она дистанцию держит. Я подхожу, она отходит, я встаю, остановлюсь. Мы с ней прошли все, детство, через все эти леса, и дождливая погода, грязь. Плягать, да, очень. Вместе с этой собакой прогулялись по местам детства, где я с ним, с этой собакой я спал, с ним гулял, в общем, моя любимая собака. Она не позволила мне погладить ее. Она, наверное, тоже чувствовала, опять разлука будет. Опять его украли, она потом вернулась, да, через несколько лет. И прогулялись в конце, пришли в этот, где азербайджанцы живут, да, так, сначала, там, стоим, я плачу, хочу обнять, да, вот, столько лет не видел. Зову, смотрел, смотрел с собакой, повернулась и резко убежала. А так не убегала, просто доходить. Попрощала, попрощался со мной с собакой, попрощался. Мы в чем были виноваты? Зачем к нам такое отношение было? Вот вопрос к вам. Вот сейчас спрошу, зачем? Вы, к азербайджанцам, вот так были ненавистины. Если вы мужчина, если вы гордый, и люди, и правдивы, и люди, выйдите, скажите, выступайте на канале у обожаемого Алберта, хорошего, добрового брата. Отвечайте, скажите, что вам не делило, от чего вы ненависть? Признайтесь, скажите, или дедушка, или бабушка, у меня вот так, или родители вот так. Кто делал плохое, пускай тоже покажутся. Все пускай покажутся, перед Богом будем отвечать, перед Богом будем отвечать. От этого суда никто не избежит, от Божьего суда никто не избежит. Не делайте плохого, не делите на национальности, что азербайджанец, что турок, что еврей. Ну и что человек еврей, от того, что он еврей, что он не человек, ничтожество. Это по-вашему, если он еврей, значит ничтожество, турок, значит ничтожество, что ли. Так выходит. Так выходит, да. Но только себя любите. И что я могу вам пожелать? Ума. Есть ли оно? Хелк, хелк. Хелк, да, хелк, хелк. А хелк? Все, асти. Я тебе хелкчка, это напрасно все. Хелкчка, артем верча. Желаю, не знаю, что им пожелать-то. Я уже не знаю, что им пожелать. Вообще, что они себе желают? Ай, Марк, что в Африке, что на севере, что на юге, что на западе. Японец, китаец, африканец, индейец. У каждого человека, когда он рождается, есть одна мечта, одна цель. Построить дом, посадить дерево, создать семью, детей вырастить, женить. Вот этим надо заниматься. Они от моря до моря. Америку армянин открыл. Этот армянин сделал. То первая вода в мире у нас. Это у нас. Самая глубокая песня есть. У нас в Армении есть озеро Саван. В нем воды много, чем в Тихом океане. От лужи до лужи. Вот последний. Я веселый человек. На такой ноте веселый. На веселой ноте, да. Потому что ничего другого не остается на самом деле. Только смеяться и улыбаться. Больше ничего. Вот в школе руку поднимает. Это был у нас Абовьян, наверное, придурок. Все время он поднимал руку. И вот так вот. А, типа, вот видишь, это мой удара очень маленький. Мы его Чутом назвали. Он Цыпленок, да? Маленький Чуток. Чуток. Ну, в общем, поднял руку. Там у нас донора Михайловна. Классная руководительница была. И математикам она преподавала. И вот этот самый последний разгар, вот момент. Вместо того, чтобы урок проходить, мы на политические беседы. Мы великие. А я там сижу. И этот муэр Михайловн, он их читает имена. Кроме меня еще были двое азербайджанцев в классе. И спрашивает туда-сюда. Они говорят, нет, они уехали. И потом моя фамилия, я вставил. Она так смотрит. Очки с ним лавы, смотрит. Вот. Из чего Москва? Ну, да. Турчес, ты курд. Или турок, ты курд. Я Артур, да? Она говорит, почему не уезжаете? Я говорю, мы здесь родились, и здесь умрем. И вопрос. Она говорит, дети, можете вопрос задать. Это понимает, учительница. А правда, что первый японский цветной телевизор придумал армянист. Вот этот обувь армянин задает вопрос. Она встала. Пошла, когда шла, когда как. Ну, долго смотрел. Думала, что ответить. Великие же, да? Пришла, села, очки снила. Там слюни глотает. Там чистит очки. Одел очки. Да, сынок. Это был японский армянин. Что жена придумала в голове? Во время войны, революции, эта семья сбежала из России в Японию. И когда ребенку исполнилось 16 лет, ему родители на день рождения подарили паярник. И он создал первый японский цветной телевизор. Все. Ответ готов. Видишь. Все довольны. Все удовлетворены. Все удовлетворены. И все вот, ааа, японские армяния. И все верят. Дай Бог вам счастья, мой дорогой. Я очень рад, что с вами познакомился. Дай Бог вам силы, чтобы плохие люди подальше были от вас. Пускай Бог вас хранит всегда во всем. Вы уходите под буллом. Все эти угрозы, все вот эти ненависти, раз что расправимся, никто не сможет вас защищать, Всевышний Бог. Вы под Богом ходите. И я желаю вам счастья, здоровья. Очень рад нашей дружбе. Еще раз всем людям, независимо от нации, которые несут правду народу, всем народам мира. Это люди райские. Они до них уготовлен рай. Это очень прекрасные люди, чистые люди, светлые. Вот от вас исходит свет. Благородные люди. И дай Бог вам всего самого наилучшего. Я очень прекрасно понимаю. Очень прекрасно понимаю, на какой вы шаг пошли. Будет время в центре города, там, если они будут жить, вот ставить всем вам памятники. Когда на самом деле образовываются, посмотрят, что мы делаем, оба, куда идем. Вот были же наши люди из нашего среды, вышедшие, говорили, опомнитесь, бросьте вот эту болезнь, живите, как вы все, мирно дружите, все учитесь. Будет время... Дай Бог. Дай Бог. А сейчас у вас там предатели, там враги, туда-сюда. В общем, эти стараются, да, в общем... Ну, скажу честно, наверное, предатели и враги, это они из Сангии. Служат господину, а господин сделает, стреляйте, не стреляйте. Стреляйте, не стреляйте. Вот так. Да. Ну, поняли, да? Удачи вам. Спасибо большое за эту беседу, и дай Бог, чтобы наш голос был услышан, если даже один человек услышит, отреагирует даже молча, что-то почувствует, и то, значит, есть какой-то смысл, есть какой-то смысл всего этого. Спасибо вам, всего хорошего, всего доброго. До свидания. Удачи. Счастливо. Удачи равно. Удачи. Будем вас ждать. Еще раз приезжайте. И много-много. Вообще приезжайте, живите тут. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Савл. 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 Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Удачи. Савл. Продолжение следует...